Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. Принять срочные меры по недопущению коронавируса и его возможного распространения в Кыргызстане требуют депутаты Джовар Кукинеша. Парламентарии считают, что в условиях мировой пандемии необходимо продлить сроки карантина для приезжающих из стран, где есть вспышка коронавируса. Время обсервации, по словам депутатов, должно быть не 14 дней, а 20. Также депутаты призывают правительство досрочно отправить студентов и школьников на каникулы. Напомним, весенние каникулы в Кыргызстане запланированы с 21 по 30 марта. Депутаты говорят, каникулы нужно объявлять не на неделю, а на месяц. Предлагаю конкретные меры для ужесточения. Правительством проводится большая работа. Я бы предложил наших школьников, студентов отправить досрочные каникулы и перевести обучение в летнее время. Предложил бы массовые мероприятия, такие как мы, очень дружественный народ. Сами знаете, по 500-700 человек то и проходят. Приходят, здороваются, целуются, конверты вручают, целуются, обнимаются, уходят. То есть я бы предложил какие-то меры. Конечно, я прошу прощения у населения, у бизнеса, конечно, но вопрос касается нашего населения и здоровья нашей нации. Если кто-нибудь в стране заболеет, вопросы экономики встанут на второй план. Необходимо усилить контроль пропуска граждан на границе. Тщательнее нужно проверять. Правительство и Минздрав должны сделать всё, чтобы не допустить распространение коронавируса в Кыргызстане. Пусть карантин будет не 14, а 20 дней. Мы говорим о коронавирусе и вирусной опасности. Однако некоторые фармацевтические компании на этом наживаются. Это нужно взять на строгий контроль, потому что в каждой аптеке разные цены. Никто не контролирует срок годности этих лекарств. Бюджетники и пенсионеры не могут себе позволить покупать такие дорогие препараты. Я бы хотел обратиться к народу, в частности к тем, кто приехал из-за рубежа. Я бы попросил их самим тоже проверяться в аэропорту или в других наземных КПП. Везде есть специалисты. Скажите, что вы приехали из такого-то государства. Пусть вас проверят. Некоторые прилетают через Стамбул или Москву. А сидя дома или в гостях пишут на фейсбуке о том, что их молча пропустили, никто не проверил. Если вы приехали оттуда, где есть эпидемия, обратитесь к санврачам. Если надо, 14 дней проведите в карантине. Если вы проявите сами инициативу, тогда эта болезнь не коснется нас. Между тем, в правительстве сообщили, что пока не рассматривают вопрос о введении карантина в школах и детских садах. По словам вице-премьера Алтынаевы Мирбековой, решение о досрочных каникулах будет принято в зависимости от ситуации. Пока же по плану, школьные каникулы должны начаться 21 марта и завершиться до конца месяца. Отметим, сегодня в Бишкеке отменили пресс-конференцию. На ней ожидалось, что чиновники расскажут о мерах, предпринимаемых в связи с объявлением пандемии коронавируса. Журналистам сообщили, что пресс-конференцию отменили из-за того, что в правительстве состоится заседание, в ходе которого будут рассматривать дополнительные меры по недопущению вируса в страну и возможного его распространения среди населения. Отметим, ранее в Кабмине заявили, правительство официально ввело ограничения на проведение массовых мероприятий по всей стране. Карантин вводится уже при наступлении режима ЧАЭС, то есть чрезвычайной ситуации. Сегодня в нашей стране введен режим повышенной готовности. Наши дети сегодня скоро уйдут на каникулы, буквально считанные дни остались. В связи с тем, что официально не зарегистрировано ни одного случая, мы посчитали, что учебный процесс может идти. В любом случае дети там под контролем, они без конца слушают лекции о том, что необходимо делать, чем они сейчас преждевременно уйдут на каникулы. И нет гарантии, что они не будут посещать места, которые, возможно, более опасные будут, чем школа. Поэтому те меры предосторожности, оснащение всех школ средствами защиты, в виде мыла элементарного, заставлять детей мыть руки, слушать эту информацию, на наш взгляд, более безопасно, чем сейчас их отпустить на каникулы, там, где они будут уже бесконтрольно. Бишкекский городской суд отказался переводить дело по иску Матраимовых из Свердловского райсуда в Ленинский. Судья, таким образом, не удовлетворила частную жалобу адвокатов Азаттыка и Клопа. При этом судья поддержала ходатайство юристов о разрешении ввести на процессе фото- и видеосъемку. Истцами, напомним, по этому делу выступают депутат Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы таможенной службы Реймбек Матраимов, его жена Улкан Тургунова, а также фонд имени Исмаила Матраимова. Ответчиками стали радио Азаттык, журналист Азаттыка Али Туктаконов, а также издание Клоп и 24КG. Со всех ответчиков в качестве компенсации Матраимовым потребовали 60 миллионов сомов. Позже ИСЦ отозвали материальные претензии к 24КG. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok